ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Встречаются английский Тоттенхем Хоцпур из Лондона и испанский Атлетико Мадрид, ну, собственно, из Мадрида. Вот мы видим, что команды выходят из-под трибунного помещения, из раздевалок, и вскоре матч начнется. Давайте же ознакомимся с их составами, посмотрим, кто будет радовать нас сегодня, как я надеюсь, великолепной игрой и медюжем, мастерством. Начать предлагаются игроков во всем белом, ну, за исключением разве что гудс, с футболистов Тоттенхем Хоцпур. Под первым номером ворота этой команды будет защищать голкипер Билл Браун. Далее второй номер Питер Бейкер, третий Рон Хенри, четвертый капитан команды Дэнни Бланч Флауэр, пятый Моррис Норман, шестой Тони Марчи, седьмой Клифф Джонс, восьмой Джон Уайт, девятый Бобби Смит, десятый Джимми Грифс и одиннадцатый Перри Дайсон. Главный тренер Шпор, как называют Тоттенхем, Билл Николсон. Атлетика Мадрид. Первый номер этой команды Эдгарда Мадинабьетта. Полевые игроки. Второй номер Пелициана Ревилья, третий Хосе Антонио Родригес, четвертый Рамира Родригес или просто будем называть его Рамира, дабы не путаться в Родригесах. Пятый номер Хорги Грифа, шестой Хесус Глария, седьмой Мигель Джонс, восьмой Аделарда, девятый Чузо, десятый Жозе Мендоса и одиннадцатый капитан команды Энрике Кольяр. Главный тренер Мадридцев Сабина Баринага. Обслуживать эту встречу доверено местному голландскому рефери Андреасу Ван Лейвину. Вот он сейчас подбросил монету, я думаю, вы это прекрасно видели. И в этот самый момент игроки выбирают, какая команда, на какой стороне поля поединок начнет. Не представился я сам. За микрофоном Денис Цаплинт. И вот спасибо режиссерам показывают нам их вариант расстановки, возможно. Составы команд, написанные на листе бумаги, были перед вами. И если вы успели заметить, режиссер предлагает нам схему и той, и другой команды 2-3-5. Как мне кажется, не стоит всерьез относиться к увиденному. Опять же, я отталкиваюсь именно от схемы, потому как 2-3-5. Эта расстановка довольно уже, мягко говоря, старая, непопулярная. И, как мне видится, и тот, и другой коллектив будут проводить сегодняшний матч по схеме, играя по схеме, поныне современной, как ее называют, бразильской, 4-2-4. Ну, может быть, с некоторыми отклонениями в ту или в другую сторону. Я имею в виду в сторону атаки, в сторону обороны. Может, какие-то игроки будут смещаться, модернизируя вот эту расстановку так или иначе. Но это мы с вами увидим буквально через несколько минут, когда игра уже начнется, когда стартовый мандраж, может быть, у команд спадет. И тогда уже можно будет действительно попытаться проанализировать расстановку, с которой главные тренеры двух коллективов вышли на этот матч, как они рекомендовали игрокам непосредственно играть. Пока у нас есть несколько секунд, я думаю, можем мы их уделить тому, чтобы вспомнить, как коллективы, как эти два прекрасных клуба двигались к сегодняшнему финалу. Напомню я, что предварительный раунд они пропустили, начали сразу с 1-8 финала. Атлетико Мадрид разгромил Хибернианс из Мальты с общим счетом 5-0. В свою очередь с Тоттенхема устроил, ну, очень просто куражный матч с Глазго Рейнджерс. И счет итоговый по сумме двух встреч был зафиксирован 8-4. В 1-4 финала Мадридцы одолели болгарские клубы Ботев. С общим счетом 5-1, в свою очередь, англичане не оставили камня на камне от Чехословацкого, словно из Братиславы. Итоговый счет 6-2. В полуфинале Атлетико Мадрид встречался с Нюрнбергом 3-2. Вот такой счет был зафиксирован по итогам двух встреч. Уже более боевитое противостояние вышло. Ну, а Тоттенхем Хоцпур, опять же, довольно-таки надежно, практически без всякого сопротивления, если отталкиваться от итогового счета, одолел Югославский ОФК. 5-2. Вот такой вот был счет по сумме двух встреч. 2-1 и 3-1, соответственно. И вот сегодня финал посмотрим, как будут складываться дела у той и другой команды, потому как, конечно же, оба коллектива очень интересны. Я думаю, вы уже разобрались, какая команда, какую сторону поля выбрала. Для тех, кто нет, то ясну, что вот игроки в белом. Мы их уже представили, это Тоттенхем Хоцпур. Сейчас на газоне их выпадающий Смит, 9-й номер. Так вот Тоттенхем Хоцпур. С правой стороны поля начинает эту встречу. Соответственно, Атлетика Мадрид, футболисты в синих трусах, в бело-красных полосатых майках. И также красного цвета у них гетры. Они с левой стороны поля. На ваших экранах третий номер сейчас был. Это Хенри. Левый крайний защитник Тоттенхема. И вот первый стандарт. Конечно же, он не опасный. Скорее всего, будет заброс туда, в штрафную площадку. Что мы и видим. Удара по воротам не последовало. До мяча добирается седьмой номер Джонс. Отпасовывает назад на ревилью второго номера. И следует уже заброс туда, вперед. Попытался Джонсон вновь зацепиться за мяч, но это ему не удалось. Вообще, я думаю, вы тоже, как и я сейчас заметили, то, что крайне плохо читаются номера на майках у Атлетика Мадрид. Это, конечно же, очень-очень большой минус нам, как зрителям. Посему, уже отталкиваясь от этого и отталкиваясь даже от действующих лиц, как мне кажется, разговор в сегодняшнем репортаже пойдет больше именно о команде Тоттенхем в Отспорт. Ну, сложно рассказывать об игроках, если очень нельзя понять, кто находится с мячом. Будем пытаться выслить как-то позиционно. Вот сейчас Грифф нарушил правила. Пятерку вроде я разглядел на спине. Ну, а если буду ошибаться, прошу меня строго влюбить. Я думаю, вы тоже все прекрасно понимаете. Опасный момент! Удары не состоялось. И, по-моему, был свисток арбитра. Судя по всему, офсайд был зафиксирован в этой ситуации, когда атаковал Джонс. Клифф Джонс считается одним из лучших левых вингеров в мире. Очень скоростной дриблер. И, несмотря на то, что вот он крайне нападающий, он неплохо играет головой, не имея при этом какого-то атлетического телосложения и высокого роста. Вот такая особенность у этого вингера. Поэтому, я думаю, в штрафной площадке время от времени мы тоже будем его наблюдать. Тем временем атакуют Мадрицы. Через центр. Сейчас будет развиваться атака. Это что? Удар поворотом? Ну да, очень уж смело. Слишком даже смело. И, как и следовало ожидать, не опасно. Мяч у Брауна. Играл на чемпионате мира 58-го года. Этот голкипер заняла тогда шотландская команда. Четвертое место в группе, уступив первые три позиции Франции, Югославии и Парагваю. Ну, а пришел в 59-м году из Данди. Был куплен за 16,5 тысяч фунтов стерлингов. Дайсон уступает право вести мяч из-за боковой Марчи, Тони Марчи. Вообще, Марчи появился отчасти и случайно сегодня в основном составе. Из-за травмы не принимает участие в поединке Дэйв Маккай. Один из ключевых игроков команды. Лидер как на поле, так и вне его. Да-да, сейчас вы слышите, смеются болельщики тому, как не смог Джонс, если не ошибаюсь, обработать мяч. Действительно забавный эпизод. Ну, вот так вот, небольшая разрядочка. Для всех и тех, кто собрался сегодня у экранов телевизоров, ну и, соответственно, на трибунах этого великолепного стадиона. Так вот, Дэйв Маккай до последнего надеялся, что успеет восстановиться к этой встрече. Но не сложилось. И появился Тони Марчи. Вообще, Тони Марчи игрок из опасного, футболист итальянского происхождения. Порой он заменяет Бланч Флауэра, иногда заменял того же самого Маккай. Может сыграть как вот и ближе к последнему рубежу, так и в полузащите даже Вингера. Посмотрим, где он будет сегодня располагаться. Но, как мне кажется, там рядом, где-то с Норманом, они будут по большей части заниматься разрушением атак Мадридцев. А что касается Дэйва Маккай, вот довольно забавный эпизод произошел, что купил я программку к этому матчу. И он там даже указан в программке, как человек, который будет принимать участие в противостоянии. Есть он там в расстановке. Поэтому мы успели даже исправить фамилию Маккай на фамилию Марчи. Те, кто составлял эту самую программку. Такая вот небольшая недоработочка. Казус такой маленький. Тем временем штрафной удар в исполнении испанской команды. Но на месте должен быть Билл Браун. Так оно и есть. Забирает этот шотландец мяч. Вообще не очень хорошо играет на перехватах, на таких вот выходах Билл Браун. Это, возможно, один из главных его минусов, как вратаря. Но, тем не менее, когда особенно следуют угловые леновесы с флангов, в таких случаях Брауна страхует его помощник, если можно так сказать, Моррис Норман, 29-летний защитник. Еще один удар. Резво начали подопечные Сабина Баринаги. Но пока что все не точно. Так вот, страхует его. Снимает все практически верховые мячи. Но в то же время нельзя сказать, что очень хорошо играет головой Моррис Норман. Вот он высокий, да, до мяча дотягивается, разряжает обстановку. Но вот прицельного удара головой, как такового, у него хорошо поставленного нет. Тоже отчасти нонсенс, да? Но в целом Норман очень вынослив. Может бегать без устали весь матч. Я думаю, сегодня, может быть, он нам это продемонстрирует. Обратите на него внимание. Еще раз напомню, играет этот парень. Да что, парень уже солидный молодой человек, 29-летний. Под номером 5. Ну, а пока что вот в такой борьбе скоростной никто не побеждает. И Хенри и Джонс направлялись к мячу, но до него никто не добрался. Джонс мы видим чернокожий. Юноша, да? Ну, не юноша, опять же, какой уж там юноша. 24 года, это уже период такого взросления, да, у любого мужчины. А вот опасный момент выходит на оперативный простор. Джонс, другой уже Джонс, который Клифф. Игрок Тоттенхема. Но ничего тут опасного нет. Так вот, Мигель Джонс. Может, даже стоит их и называть сегодня по именам. Не спроста он темнокожий. Он родился в Испанской Гвинеи. И после уже перебрался сюда, в Европу, где стал играть за клуб Атлетика Мадрид. Ну, не сразу перед этим была команда Баракальда. Чуть позже Индаучу. Ну, вот, после уже и в стане матрасников появился этот талантливый вингер. Вот такая вот небольшая история про Мигеля Джонса. Тем временем встреча продолжается. Ну, вот, наверное, самые нервные стартовые минуты постепенно подходят к концу. Можем мы констатировать, что по большей части, наверное, преимуществом владеет сейчас испанская команда. Как минимум, они уж ударов в поворот нанесли больше, это точно. И вот сейчас очередная атака. Атака левым флангом. Кольяр, капитан команды, пытался найти партнера в штрафной площадке, но это ему не удалось. Кольяр – воспитанник мадридского клуба. И с 52-го года он защищает полосатые вот эти красно-белые цвета мадридцев. Угловой удар. Если не ошибаюсь я, Кольяр и будет же подавать. Навес не очень точный. Бланч Флауэр хорошо играет головой. А вот тут уже за мяч борется Дайсон, вернувшийся помочь своим защитникам. И за боковую мяч улетает от 9-го номера от Смита. От Бобби Смита. Вообще Бобби Смит очень мощный футболист. И в каждом матче по возможности он старается столкнуться с голкиперным соперником как можно раньше. А вот пока что опасный момент спотыкается как не вовремя игрок мадридцев. Удар последовал, но крайне слабый и к тому же не точный. Так вот, очень любят в самые первые минуты матча Бобби Смит, напомню, играет под номером 9, показать кто есть кто. И чтобы ему почувствовать себя в своей тарелке, надо как раз таки вот как-то перед вратарем себя показать. И по возможности в него действительно врезаться, пойти на некоторую силовую борьбу. Опасный момент. Грифс пробивал поворотом, но прекрасно играет Мадинабьета. Про Грифс, я думаю, мы сегодня еще поговорим. Это один из самых ярких футболистов в сегодняшнем матче. И вот он опять с мячом, опять бьет. И вновь Мадинабьета. Надежен Мадинабьета. Очень и очень хорош. Маш 30-летний, голкипер, аргентинец. До этого представлял клуб Уракан с 50-го до 58-го года он там выступал. С мячом Норман разряжает обстановку, выбивает кожаный снаряд за боковую линию. И снова Норман начинает атаку своей команды. Дайсон. Что Дайсон нам покажет? Ну нет, Дайсон пошел в центр. Здесь мяч потерял. Но тот в итоге оказался у Марчи. Норман. Норман передает Хенри. Дайсон. Дайсон теряет мяч. Ну да, наверное, не совсем идеальное поле. Нужно это констатировать. Как-то уже не в первый раз вот не могут с мячом на ты, как говорится, обращаться к футболистам. Мне кажется, это вот следствие как раз, может быть, не самого ровного покрытия. Атака мадридцев. Идут вперед матрасники через центр. Неплохой момент. Удар поворотом. И вот уже первый серьезный сейв в исполнении Билла Брауна. Нельзя сказать, что было как-то сверхопасно, но удар плотный. Удар в девятку. Это всегда шанс, который может вынудить голкипера ошибиться. Посмотрите, отрабатывает в обороне Грифс. Отпасовывает на партнера. Вернее, партнер отпасовал на него. Это был Бланч Флауэр. Ну, Бланч Флауэр, игрок, обладающий очень хорошим пасом. Он может начинать атаки своих команд. Крайне продуктивный этот плеймейкер. Является воплощением элегантности на поле. И в раздевалке он играет не последнюю роль. Знаете, даже вот перед этой встречей тут уже слухи такие доползли, что крайне напугал Билл Николсон своих подопечных историями про мощь и могущество мадридского атлетика. Ну, может быть, хотел так мотивировать дополнительно футболистов. Но, как многие полагают, я говорю об игроках мадридцев, он несколько перестарался. И уже тогда, когда Билл Николсон свою речь закончил, в раздевалке опасный момент удар выше ворота. В раздевалке взял словом Дэнни Бланч Флауэр на правах капитана. Как говорят, толкнул речь. Успокоил своих игроков и сказал, что ничего страшного. Не являются эти ребята в полосатых майках какими-то сверхзвездами. Не надо думать, как вот описал Билл Николсон, что они все обладают мастерством. Опасный момент! Штанга! Ну вот, звоночек. Так вот, не стоит думать, что эти игроки обладают мастерством Дэстефана, ударом Пушкаша. И поэтому надо выйти и спокойно сыграть свою силу. Мы видим, что не мандражирует, в общем-то, Тоттенхем. Довольно спокойно обращается с мячом. Нельзя сказать, что он навязал сейчас свою игру оппонентам. Но, тем не менее, я думаю, можно заметить, что потихоньку отодвигают подопечные Николсона игру от своих ворот. Потому как вот какой момент сейчас возник, да, практически гол состоялся. Смог бы спасти Эдгарда Мадинабьета вот в данной ситуации свою команду, если бы мяч направлялся все же в створ? Неизвестно. Ну ладно, момент заигран, давайте смотреть дальше. А смотреть надо по тому, как с мячом, ну, буквально мгновение назад была команда Атлетика Мадрид, и вот уже перехват. Марчи, ошибается Марчи, может, поэтому он и не пробивается в стартовый состав. Ну, рано, наверное, делать какие-то выводы. Дайсон. Переадресует мяч на Смита. Смит на правом фланге пытается найти партнера, это должен быть и Джонс, никто иной. И удар по воротам, и гол! Это Грифс забивает первый мяч в этом противостоянии. 1-0. Великолепный контровыпад. Перевод с правого фланга на дальнюю штангу. И Грифс поражает ворота соперников. 1-0. Какая минута? 16-я. Славная была атака. И классический гол Грифса. Ну, какой гол Грифса не классический? Этот парень может забивать из самых разных позиций. Самым разным. Вернее сказать, разнообразным даже образом, да? Обещал я несколько слов про Джимми Грифса сказать. Я думаю, может быть, сейчас как раз самое время. Вообще, этот игрок выступал за Челси некоторое время назад. После чего перебрался в Милан. И вот в Милане были очень непростые у него месяцы. Чуть не сказал года. Да, но совсем немного времени он там провел. И оказался в Тоттенхеме. Вот если вдаваться несколько более подробно во всю эту историю, то вот несколько минут я этому, наверное, уделю с вашего позволения. Во время уступления за Челси он был довольно-таки еще, хоть и перспективным, но не звездным игроком. Получал не так много денег в этой команде. А почему я это говорю? Потому что история денег здесь еще всплывет в нашей истории. 17 фунтов, если быть более точным. Это во время сезона и 8 межсезонков. Не мог себе позволить и с женой даже дорогой квартиры, поэтому жил в съемной однокомнатной квартирке. А в межсезонку даже подрабатывал постриганием газонов. Вот представьте себе, да? В то время менеджер Челси Тед Дрейк делал ставку на молодежь на манер Мэтта Басби. И команду называли, ну, шутяток, утята Дрейка. Но в то же время, вот если опять касаться денег, у одного из немногих футболистов в составе лондонского клуба, именно у Грифса, был автомобиль. А ребята тогда любили после матча отметить, выпить, покурить хорошо. Ну, вот такое спортивное и неспортивное поведение, судите сами. Но относились в клубе к этому более-менее нормальный удар поворотом спасает мяч. Спасает свою команду от забитого. Соперниками мяча Эдгардом одинобьета, переводя опять на угловой. И вот забивались в эту машину, какой и являлся Ford Standard 8, для автолюбителей, я думаю, модель знакомая. Его партнеры ехали в бар, там отмечали. Так вот было принято не только в Челси, но и во многих английских коллективах. И на это смотрели, в общем-то, с пониманием тренеры. Конечно же, не допуская каких-то излишних уж, наверное, переборов с алкоголем. Ну, вот если пару-другую кружек пива и сигаретку, то ничего страшного, так вот считается здесь в Англии. Потом случилась вот эта история с Миланом. Уехал он в эту команду, вернее, согласился на то, чтобы туда уехать. Как он сам рассказывал, дабы забыться после смерти от воспаления легких его четырехмесячного сынишки, ему нужно было сменить обстановку. Ну и в этот момент как раз же предлагает Милан намного большую зарплату. Ну, практически на порядок. Разумеется, здесь вот это честолюбие тоже имело место быть из-за более скромного Челси в итальянский Гранд переехать. Конечно же, стоило. Но в этот момент начал больше по признанию самого Гривза. Он выпивать, потому как вот эти семейные неурядицы. Ну, не то, что неурядицы, семейная трагедия, да. И, соответственно, смена клуба как-то на него повлияли. И он чаще стал прикладываться к пиву. Ну да ладно, эта история уже другая, наверное, не будем отвлекаться на нее. Милан смог приобрести этого нападающего в тот момент, когда Итальянской Федерации Футбола наконец был отменен запрет на легионеров. И за 80 тысяч фунтов стерлингов в апреле 61-го года контракт был подписан. Такую сумму вот получил лондонский Челси. После того, как подписали соглашение, было... Пока у нас как раз травма, да, мы продолжаем. Пока оказывают помощь испанскому игроку. Продолжим про Гривза. Был одумался он и решил не покидать Лондон. Что не нужен уже никакой Милан, не хочу никуда ехать. Вроде и тут неплохо. Но встал, как говорится, в позу технический директор итальянского клуба Джозеппо Виани. Был тверд и отказался отменять договоренность с Миланом. Пытались помочь в этот момент найти какой-то выход из положения Гривзу. Главный тренер сборной Англии Олтер Уинтерботом. Стэнли Роуз, глава английской футбольной ассоциации. Ну и другие такие серьезные лица. Но ничего не получалось. То есть Милан, чтобы как-то тоже не обострять ситуацию, улучшил в итоге контрактное предложение. Гривз сдался. Переехал он в Милан, но там сразу же не нашел общего языка с крайне строгим тренером Нерио Рокко. В итоге большая часть, ну не большая, большая часть, наверное, правильнее сказать, вот этой огромной миланской зарплаты. Гривза уходила на уплату дисциплинарных каких-то штрафов от плохой игры до проступков вне поля. Например, когда к Джиме приехали Шурин-супруга, а он тогда был в Милане с женой уже тоже, то Гривз повез своих друзей в Венецию, дабы показать им этот город. Про это прознал Рокко и оштрафовал английского бунтаря сразу на 500 фунтов. Так как нельзя было покидать Милан без разрешения. Но деньги уходили не только на штрафы. Вот эта зарплата утекала не только туда, но и на адвокатов, которые пытались найти выход из положения. Опять же, как вернуть на родину Гривза. Как обойти вот этот контракт, соглашение с Миланом. Удар поворотом. Вновь в игре Меденобьетта. Ну и периодически летал Гривз в Англию. Тоже это удовольствие не из дешевых, если частенько к нему прибегать. Прилетал в Англию, выпивал пиво, встречался с друзьями. И как-то вот налаживал духовное равновесие, если можно так сказать. Ответный удар Атлетика Мадрида с мячом Билл Брау. Если говорить о Рокко, то Гривз про него много историй рассказывал. Вот, например, запирал этот тренер команду постоянно на тренировочной базе. Как он утверждал для поднятия духа коллективизма. Но, по мнению того же Гривза, эффект зачастую был обратный. Футболисты, настолько вот долго находящиеся друг с другом вместе, просто-таки начинали ненавидеть и себя, и своих партнеров. И психологическая обстановка, такой психологический накал был, что не каждый с ним мог справиться. Также Рокко ограничил употребление сигареты и алкоголя до минимума. Но многие игроки тайком старались эти запреты нарушить. Некоторые сдавались, в частности Джанни Ривера. Он как-то вот Джимми Гривза спрашивал, зачем ты, мол, сопротивляешься, дружище? Конечно, вот если правильно все понял Гривз, потому как Ривера на крайне ломаном английском с ним общался. Легче ведь сдаться, ведь деньги главное, правда? Такой вот вопрос тоже следом задавал итальянец. Но Гривз пытался своему коллеге объяснить, что ценит личную свободу и будет бороться до последнего. Здесь, опять же, можно двояко относиться к этой ситуации. Кто-то встанет на сторону тренера. Мне кажется, вполне, наверное, это правильные требования у Рока. Таково было его видение в футболной дисциплине. Но поклонники Гривза, наверное, изберут вот его позицию. Ну, так или иначе, в Милане все Гривза раздражало, начиная от иностранной речи до оборонительной вот этой удушающей тактики. Зачастую лишь с двумя форвардами. Вот мы сейчас с вами видим, что обе команды играют в четырех нападающих. Конечно же, для англичанина тогда в Италии играть в двух форвардов, это было что-то из ряда вон. Опасный момент, удар по воротам. Нет, момент не опасный. Ошибся я, ну и ошибся с ударом. Бьющий игрок в полосатой майке. Мне показалось, это был Аделардо, может быть, я и не прав. Может, на эту позицию сместился и Кальяр. Ну, так вот. В итоге обострились и отношения у Гривза не только с Рокко, но и с его партнерами по клубу. Игроки считали, что Мэрио Рокко вечно не в духе как раз-таки из-за Гривза и срывается на своих подопечных. Стали футболисты Милана редко играть на Гривза во время матча. И не поздравляли его после забитых им голов. И, например, вот показательный случай произошел в рамках Миланского дерби, когда Гривз поразил ворота Интера. Тогда Джимми, непоздравляемый особо-то партнерами, вернулся в центральный круг, повернулся к сидящему на скамейке Рокко и показал двумя пальцами вот этот знак Виктори, когда два пальца в форме английской буквы, латинской буквы В устремляются вверх. Вот показал эти два Виктори, а после скрестил эти два пальца в виде решетки. И вот такое было его видение ситуации, такое было общение с Нерио Рокко и отношение к нему. В итоге Милану все это надоело. Рокко понял, что не совладать ему с этим бунтарем опасно, выше перекладины. Ну да ладно, постепенно мы заканчиваем наш рассказ. Я думаю, просто надо его, коль уж забил, коль отличился в сегодняшней встрече, Гривз завершить. И Рокко решил не мучиться, и дабы коллектив не разлагал Гривз, продать его уж по добру, по здорову, пускай катится куда угодно, лишь бы не оставался в команде. Ну, Милан решил все очень хитро сделать, так как на Гривз в этот момент претендовали два лондонских клуба Челси и Тоттенхем. Да, Челси был не против себе вернуть своего бывшего игрока, а Тоттенхем был командой уже в то время очень-очень серьезной. И также был совсем всеми руками за, дабы усилить атаку. Так вот и решил Милан, что надо эти два клуба столкнуть, и пусть они как на аукционе между собой спорятся и рядятся, кому же футболист достанется. Ну, нет, англичане на это не поддались. Главы этих клубов встретились и договорились, что оба команда предложат Милану одинаковую сумму, примерно в 90 тысяч фунтов, чтобы итальянцы сами как-то лишне себя не вели так некорректно, а чтобы Гривз сам решил, куда он хочет перейти. Гривз в итоге выбрал Тоттенхем, о чем, я думаю, не пожалел. Здесь он на ведущих ролях. После того, как он вернулся из Милана, опять же, напомню про те штрафы, про все траты, которые он там терпел, несмотря на огромную зарплату, вернулся, как сам говорил, Гривз без гроша в кармане, и даже, чтобы несколько поправить свое финансовое положение, продал историю о своей жизни в Милане, в Италии, газете «Санди». Была опубликована огромная такая статья, в которой вот все это было красиво описано, о чем примерно я рассказал. Вот так вот, такая история, такой он Джимми Гривз. Возможно, к нему мы еще вернемся, о каких-то моментах биографии будем вспоминать. Ну, а пока пора, наверное, все же обратить наше внимание непосредственно на футбол. А я напомню, что в финале Кубка обладателей кубков 1963 года встречаются команды Тоттенхем Хосфор и Атлетика Мадрид. Может, кто-то забыл, может, кто-то только что присоединился к нашей сегодняшней трансляции. И счет пока что. 1-0, впереди шпоры на 16-й минуте. И Джимми Гривз, герой вот этого моего большого рассказа, отличился очень хорошим ударом после передачи с фланга. Ну, с фланга, по крайней мере, Клиффа Джонса. Подавал ли непосредственно Джонс или кто-то другой туда сместился при развитии атаки, утверждать наверняка не буду. Я думаю, после матча, когда будет его разбор, там уже точно мы это все узнаем. Да и это не так важно. Куда важнее тот факт, как Гривз подстроился под мяч и как надежно сыграл. Удар поворотом! И вновь спасает свою команду Мадинабьета. Один из лучших он сегодня на поле. Что уж тут говорить. Потому как совсем неплохо он действует на линии. Очень прыгуч и не в первый уже раз выручает своих партнеров. Навес на дальнюю штангу. Нет, это скорее в район 11-метровой отметки. Джонс! Куда? Кому возвратил ты мяч, Джонс? Ну, вот я прям аж заикаться начал. Вроде такой классный игрок и так сыграл. Не ахти-то как, что уж говорить. С мячом Мадрицы. Навес. Ну, здесь снимается кожаный снаряд. Никому из-за испанской команды не удается до мяча дотянуться. Уайт идет вперед. Ну, вот мы видим, да, что в принципе очень похожая расстановка на 4-2-4, по крайней мере, у Тоттенхема, да? Но, опять же, можно отметить, вот после этого удара мы сейчас это отметим, едва мяча не влетает в девятку, потому что вот четвертый номер капитан команды Дэнни Бланч Флауэр располагается несколько в глубине, может, даже зачастую находясь в опорной зоне. А восьмой номер, Джон Уайт, который сейчас разгонял эту атаку, он действует как бы под нападающими, под Гривзом и Смитом. Являя собой примерно у классического инсайда, что уж тут говорить. И вот он опять с мячом. Дайсон. Дайсон хороший игрок, отважный боец. Выкладывается каждый матч полностью, ну, независимо от того, какого ранга противостояния. И вот он пошел сейчас туда, вперед, в район угла штрафной площадки. Но никуда не торопится сейчас Тоттенхем. Команда ведет и как-то форсировать события тоже, наверное. Не стоит. Все правильно делают лондонцы. Как-то несколько замешкался сейчас с мячом Мендоса. И фол. Но сам Мендоса и нарушил правила. Небольшое повреждение мы видим у Мендоса. Перемотано у него бинтом колено. Как мне вот кажется, да? А пока что еще один навес. Ну, тут как-то совсем мало людей в белых майках. Тем не менее, вторая волна атаки была сразу же разбита о камне обороны. И вот уже волна третья. Удар мимо ворот. Вы знаете, если вдруг сегодня Тоттенхем все же закончит матч с этим или с каким-либо другим победным счетом, то эта команда станет первой английской командой, выигравшей Евро-трофей. Вот такое вот достижение может покориться лондонцам. Сегодня ради него стоит тоже побиться. Правда? Но с другой стороны, у Атлетика Мадрид тоже есть дополнительный стимул. Ради того, чтобы изо всех сил попытаться зацепиться за этот матч. Попытаться его переломить и в итоге выиграть. Ни много ни мало, 26 апреля 1903 года был основан клуб Атлетика Мадрид. Совсем недавно, буквально три недели назад, исполнилось 60 лет этому прекрасному коллективу. И по всему я считаю, что очень-очень большим подарком для всех болельщиков, для всех тех людей, которые причастны, которые любят этот испанский футбольный клуб, победа стала бы... победа стала... Ну да, победа стала бы этим подарком. Заговорился совсем, извините уж. Постепенно подходит первый тайм к своему завершению. Около 10 минут остается нам смотреть этой увлекательной игры. В первой ее половине пока что... Напомню, счет 1-0. И главное действующее лицо пока на поле был. Главный герой это Грифс. Навес. Удара по воротам не состоялось. Но вот еще одна попытка. Выстрел и гол! Вот только мы напомнили, что счет 1-0 и сразу следует нам исправиться. Уайт забивает второй мяч. Ворота Эдгарда Мадинабьеты. Но можно ли винить в этом пропущенном мяче вратаря? Какая была атака? Получает мяч Уайт. Обрабатывает его, прицеливается и пробивает. Пробивает, как прошивает просто. Протыкает, как масло-нож. Воротам 1-обьеты. Уайт 2-0. И это уже серьезно. Показали нам сейчас скамейку. Тоттенхем Ходспору как-то не наблюдается там какой-то радости, правда? Понимает еще Билл Николсон, что 2-0 далеко не победа. Но какой задел сделан, да? И что теперь Атлетика? Отметит день рождения клуба. Хотел ведь этой победой же. Говорил я уже об этом и повторюсь. Надо как-то попытаться собраться в команде Сабина Баринаги. Во что бы то ни стало навязать борьбу. И сделать все необходимое для того, чтобы как-то переломить ход встречи. Против правил было сыграно на Уайтис Фолиле. Не прав был Грифа. Грифа-аргентинец, как и голкипер Эдгарда Мадинабьета, которого я уже представил как человека этой национальности. 27-летний защитник Хорге Грифа. Выступавший ранее за аргентинскую команду Ньюэллс Олд Бойс. Вообще довольно, да, такой пестрый состав у мадридцев. Но вот этих ребят я уже представил. Также есть бразилец в основе. Это Рамира Родригес. Про Мигеля Джонса, который родился в Успанской Гвинеи, я тоже уже говорил. Ну вот и обратимся еще и к 10-му номеру Жозе Мендосе. Парень ангольского происхождения, который в свое время был замечен португальскими скаутами и вот оказался в спортинге. Вот так вот. На вес штрафную площадку Брауна справляются защитники Шпор. Справляются уже спокойно, уже совсем не нервничают. Освоились они на поле Де Куйпа и радуют вот эту толпу болельщиков, которая собралась и, как мне кажется, по этим кадрам просто-таки переполнена, переполнила трибуны стадиона. Судя по всему, получают удовольствие. Как можно не получать удовольствие от такого яркого и богатого на моменты матча? Джонс, который Клифф. Отличная передача, отличная просто. Сквозной пас последовал на Бобби Смита. Ну вот немножко не хватило этой передачи точности. Рисково сейчас играет Ревилья, но остается-таки с мячом. Фелициана Ревилья. 26-летний защитник. А это Уайт. Что не так? Ну понятно, что должны бросать мяч из-за боковой Мадрицы. Что и сделал как раз-таки опять Ревилья. Вот если еще пару слов сказать о болельщиках. Вот знаете, официальная цифра пришла, что 49 тысяч из 69 тысяч, которые может вместить стадион Декуй, сегодня присутствует на трибунах. Но вы понимаете тоже, что 69 это с учетом еще и стоячих мест, и т.д. и т.п. Опять же, может и цифра не верна. И вот как нам, по крайней мере, показывают операторы и акцентируют внимание на этом режиссера, то места свободных я не вижу. Ну да ладно, это в конце концов, возможно, и не самое важное. Скажу лишь еще вдобавок к этому, что из Англии прилетело сюда, в Нидерланды, 4 тысячи поклонников Tottenham Hotspur. По чести сказать, не знаю я, какое количество испанских фанатов присутствует на стадионе. И гадать, наверное, тоже не буду. В атаке Бланч Флауэр, когда получает этот ветеран мяч, то всегда мы ждем очень тонкой передачи. Она, в общем-то, и последовала, но защитник прочитал задумку Бланч Флауэра. 37 лет этому полузащитнику, конечно же, просто огромного опыта и способностей этот северо-ирландский плеймейкер. И когда он завершит карьеру, честно говоря, даже не хочется и загадывать, потому как даже в таком почтенном возрасте играет на крайне высоком уровне. Напомню я, что его младший брат Джеки Бланч Флауэр в свое время выступал за Манчестер Юнайтед, был одним из так называемых малышей Базби. И в той самой мюнхерской катастрофе 1958 года он выжил. Но из-за полученных травм, к сожалению, конечно же, к огромному сожалению, был вынужден поставить большую, нежирную, может быть, но такую солидную весьма точку на своей футбольной карьере. Даже не точку, а крест будет, правильнее сказать, да? Ну, возможно, да и невозможно, наверняка намного важнее, что Бланч Флауэр, младший, выжил тогда в Мюнхене, наряду с очень немногими игроками Юнайтед. Вот. Что еще сказать про Дэнни Бланч Флауэра? Опять же, возвращаясь к его возрасту, отмечу, что он был совсем недавно, в 1958-1961 году, признан футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Вот такие тоже награды он получает на закате своей карьеры. Поздравляем, что уж. Аделардо навешивает на дальнюю штангу, удар по воротам, неплохо, и мяч рядом со стойкой ворот хоть не сильно, но таки прокатился. Был он контролируем, вроде как и Брауном и помогавшим ему защитникам, но... Всякое ведь бывает, да? Особенно, если поле несколько неровное. Сколько раз мы видели, когда кожаный снаряд, вроде бы, направляясь в руки к голкиперу, отскакивал от кочки, от травинки, может, даже, и в итоге пересекал линию ворот. Миндоса. Свисток арбитра. Нарушили правила в борьбе с ним Бланчфлауэр и Марчи. Ну да, вот знаете, Марчи тоже частенько выдвигается вперед на позицию опорного полузащитника. Но вот сейчас он уже на правах обладателя билета на место центрального защитника был замечен. Но, тем не менее, я смею утверждать, что Норман обороняется куда более часто. Именно вот на последнем рубеже, ну, дальше которого только бил Браун. А Марчи, нет-нет, да выдвигается ближе к Бланчфлауэру. Понаблюдаем еще за этим. А пока вот сам Бланчфлауэр. Ошибается, это редко для него. Идут в атаку матрасники. Кольяр отпасовал партнеру. И еще один заброс в штрафную. А тут попытка удара должна быть. Да, попытка-то, конечно, не пытка, но удар прямо вот в ту толпу пришедших на стадион зрителей угодил. Ну, какая тут 40, что я сказал, 1 тысяча, 49 тысяч, да, я озвучил. Как мне кажется, аншлаг полнейший. Вообще, стадион «Де Куйб» построен довольно давно, в 37-м году. Является домашней ареной клуба «Фея Норт». Иногда его даже так и зовут, просто стадион «Фея Норт». Если сравнивать эти две команды по их достижению, то вот можно отметить, что у «Атлетико Мадрид» титулов-то побольше, нежели у «Тоттенхем Хоцпор». Ну, «Тоттенхем» является лишь двукратным чемпионом Англии сезонов 50-го и 51-го и 10 лет спустя 60-го и 61-го. Кубок брала эта английская команда 4 раза в 901-м, ну, в 1901-м, конечно же, в 1922-м, в 61-м и 62-м годах. Ну, благодаря чему она и вот попала сюда, в кубок обладателей «Фея Норт». Ну, вот если коснуться «Атлетико Мадрид», то здесь куда более богатая история, да? Четырехкратный чемпион Италии 40-го, 41-го, 50-го и 51-го годов. Да, конечно же, уже давно не становились золотыми призерами чемпионата Испании мадридцы, но тому есть, наверное, свое объяснение. 50-е были очень хорошим периодом для «Атлетико». После этого навеса, наверное, с углового я скажу почему для тех, кто, может быть, забыл. Удар поворотом! Вот это уже поопаснее, но Браун с мячом. Так вот, тогда под руководством Эленио Эреры, который пришел в 49-м году в «Атлетико Мадрид», этот клуб завоевал звание чемпиона дважды. Эреры начинал свою большую, широкую поступь, чемпионскую поступь вот на таком высоком уровне. Ну, наверное, можно сказать, как раз-таки именно с этой испанской команды. Ну, а в сезоне 50-51 «Атлетико» добился даже наивысшей для себя результативности, забив 87 мячей. Ну, а когда Эреры отправился в Малагу, матрасники несколько сбавили обороты, ну и вот, соответственно, подрастеряли былые позиции. Тем временем, свисток дан. У нас сейчас будет небольшая пауза, перерыв, после которого мы вернемся и будем продолжать смотреть этот увлекательный матч. Ну, а пока вот команды покидают поле, давайте я закончу уже про «Атлетико Мадрид». Не будем забывать, что вице-чемпионами они становились трижды в 44-м, 58-м, вот совсем недавно, в 61-м году. Кубок брали дважды, недавно, в 60-м и 61-м. Ну, а сюда, именно на кубок обладателей кубков, они попали благодаря как раз-таки не тому, что выиграли кубок Испании в 62-м, они его как раз проиграли. Но, благодаря прежде всего тому, единственно, потому что в сезоне 1961-62 они в этом самом кубке обладателей кубков и победили. Это был второй розыгрыш турнира, когда была в финале повержена Фиорентина. Правда, повержена не с первого раза, со второго. Сначала встреча была завершена 1-1, потребовалась переигровка. В первой встрече голы забили Пейера и Хамрин, а переигровка была просто-таки отмечена прекрасной игрой Матрица. В 3-0 так она была завершена. Голы на счету Коноса, Мендоса и все того же Пейера. Перед началом этого сезона Хуакин Пейера покинул испанский клуб и перешел в Торино. Возможно и невозможно, наверное, можно утверждать абсолютно точно, что это большая потеря для матрицкого Атлетика. Ну вот, пока что отправляются тоже болельщики, отправляются зрители этого матча передохнуть. Мы видим, потянулись они по лестницам, ну, может быть, немножко чего-то выпить или выкурить по сигарете. Тем временем оркестр развлекает всех тех, кто продолжает смотреть на поле стадиона, роттердамского стадиона Де Куй. Да, вот как раз оркестр выходит и небольшая такая музыкальная пауза. Мы ее тоже, наверное, чем-нибудь с вами закончим, заполним, конечно же, каким-нибудь рассказом. Отчего же это нам не сделать? Ну вот, по поводу рассказов я уже сказал, что Бланч Флауэр перед этой встречей настроил своих игроков на победу. Сказал он свою большую речь после выступления уже Билла Николсона, но вот был с ним еще один забавный эпизод связан, когда перед самым началом игры этот английский, вернее, правильнее будет сказать, наверное, все же североирландский ветеран подошел к своему коллеге, к Альяру. Вот об этом недавно только что вот мне сообщили. Перед началом встречи, да, когда вот был уже готов бросать монету свою Андреас Ван Лейвен, определяя, кто на какой стороне начнет матч, был крайне удивлен Бланч Флауэр, что у Атлетика майки сшиты из хлопа. И он так неудоуменно даже спросил, почему же мы-то одеваемся в Нейлон? Посчитал тогда, как мне кажется, вот этим вопросом Бланч Флауэр, что есть небольшой перевес мадридского Атлетика в таком, на первый взгляд, незначительном компоненте, но с другой стороны, мы же все понимаем, что очень большие победы зачастую строятся из очень таких микроскопических мелочей, да. Вот такой вот тоже небольшой факт имел место быть, ну, буквально сколько, час назад где-то. Да, кстати, для тех, кто любит итальянский и аргентинский футбол, а мы с вами сегодня уже об Аргентине говорили, с точки зрения наличия двух представителей этой нации в составе Атлетика Мадрид. Так вот, сегодня, 15 мая, ровно 62 года назад, родился Луис Монти по прозвищу Костолом. Поздравляем его, конечно же, с днем рождения. Этот ныне уже достойный ветеран является вице-чемпионом мира 30-го года и чемпионом мира 34-го. Заканчивал он свою карьеру в Ювентусе, по национальности он аргентинец, но сменил в итоге гражданство на итальянское и сыграл уже на чемпионате мира 34-го года, именно за сборную Италии, взяв золотые медали. Ну, а в 30-м выступал за Аргентину, да, вот такие вот дела. А тем временем встреча началась, и мы не будем уже от нее отвлекаться. Все рассказы, наверное, отложим на тот момент, когда возникнет какая-либо пауза. А пока что просто-таки необходимо нам вспомнить, в каких составах играют сегодняшние команды. И уже, наверное, попытаемся как-то представить вам и расстановку команды, по крайней мере, ту, которую я вот лично увидел по итогам первого тайма. Итак, на воротах Тоттенхема, а начнем мы опять с лондонского коллектива. Представление участников. Нет, сначала, наверное, нужно посмотреть вот этот эпизод. И здесь сейчас будет удар поворотом. Ну-ка, бить надо! И блистательно вынимает мяч. Из девятки, конечно же, третий номер. Хенри, он ли это, сыграл вместо Билла Брауна в этой ситуации? Вот это да, но это пенальти, несомненно. Третий номер бил... не бил, Рон Хенри. Да, если не ошибаюсь, это был он. Одиннадцатиметровый удар. И у мяча капитан Кольяр. Вот так вот на 47-й минуте. Испанцы получают возможность сократить разрыв в счете. Очень интересно. Не успели мы представить болельщиков. Не успели мы представить главных действующих лиц, игроков команд. А пока что разбег Кольяру, удар поворотом и гол. 2-1, 47-я минута. И что же, игра принимает совсем другой оборот. Ну да, действительно... Неумелыми действиями на позиции защитника и очень умелыми действиями с точки зрения вратарской игры отличился именно третий номер. Отметился в этом эпизоде Рон Хенри. Ну а что ему было делать, да? Вот так вот он подстраховал в кавычках Билла Брауна. Ну а мы вернемся, наверное, к составу команд. Билл Браун под первым номером на воротах Тоттенхема. Ему помогают защитники. Второй номер. Питер Бейкер с правого фланга. Ну и Рон Хенри. Номер третий с фланга левого. И, если что, на последнем рубеже. Прямо на самой ленточке, как говорится, да? Такую вот роль на себя уже взял Рон Хенри. Ну это, опять же, все шутки, да? Роли центральных защитников. Пятый номер Моррис Норман. Ну и давайте назовем тоже его как центральным. Шестой номер Тони Марч. А уже мы говорили, что периодически он смещается вперед. Ну да ладно. На позиции главного распасовщика в центре поля. Четвертый номер Дэнни Бланчфлауэр, капитан команды. Над ним действует как инсайд Джон Уайт. Давайте продолжим, наверное, после этого в Украине опасного штрафного. Потому что если сейчас случится 2-2, это будет, ну, очень серьезный психологический удар по Тоттенхему. Удар поворотом! Дотягивается ли Браун до мяча? Непонятно, какое решение принимает арбитр. Да, угловой. Великолепный сейв Брауна. Быстро заканчиваем с Тоттенхемом. Седьмой номер. Клифф Джонс играет на правом краю атаки. Одиннадцатый номер Терри Дайсон на левом краю на вес. Ну, здесь уже Браун забирает мяч надежно. Ну, а два центральных нападающих. Это девятый номер Бобби Смит и десятый Джимми Грифс, который уже успел сегодня отличиться. Ну, а второй гол, я напомню, за шпор забил никто иной, как Джон Уайт. Главный тренер лондонцев Билл Николсон. Что ж, перейдем к мадридскому атлетику, которые вот так резво начали второй тайм и просто-таки на этих первых минутах сжали в свою штрафную англичан. Начнем мы вот сразу после этого углового, потому как не дают, не дают приступить к перечислению действующих лиц резвые матрасники. На вес. Ну, что это такое? Это безобразие какое-то, друзья. Просто-таки очень плохо исполненный стандарт. Так вот, Атлетика Мадрид. Первый номер. Галкипер Эдгарда Мадинабьета. Защита. Второй номер с правого фланга. Это Филициана Ревилия. Номер три. Защитник левофланговый. Хосе Антонио Родригес. Пара центральных защитников. Пятый номер. Хорге Грифа. И шестой. Хесус Гларе. Два центральных полузащитника. Четвертый номер. Рамира. Ну, или Рамира Родригес. Говорили мы, что будем называть его просто Рамира. Давайте на этом и остановимся. Да, больше не будем его. Родригес вот величать. И восьмой номер. Аделарда. Линия атаки также состоит из четырех человек. С левого фланга играет капитан команды Энрике Кальяр. Который недавно забил 11-метровый удар. Вернее, забил с 11-метрового удара. Будем, наверное, все же по-русски говорить. Более-менее грамотно. С правого фланга атакует команду Билла Николсона. Седьмой номер Мигель Джонс. Ну и в центре нападения. Девятый номер Чуза, который пока не очень заметен. И куда более активный на этих минутах. Ну и в первом тайме тоже. Десятый номер Жозе Мендоса. Главный тренер команды Сабина Баринага. Обслуживает встречу 46-летний нидерландский рефери Андреас Ван Лейвен. Вообще очень опытный арбитр. С 57-го года арбитр FIFA. Да, уже довольно-таки продолжительное время не дают просто-таки выйти со своей половины поля. Мадридца сопернику. Ну вот может сейчас через дальнюю передачу что-то получится. Вновь с мячом матрасники. Вперед кому? Ну и здесь Марчи. Марчи, Марчи. Что ж ты, мальчик? Неправильно введен был мяч. Так стоит трактовать решение арбитра. Получает право на ввод кожного снаряда из-за боковой. Команда оппонентов. Лондонский Тоттенхем. Да, стараются. Очень часто и те и другие футболисты. Ну футболисты и того и другого клубов. Начинать свои атаки через дальнюю передачу. Не всегда, наверное, это оправдан. Но с другой стороны мы уже отмечали, что поле не идеально ровное. И возможно, если подходить к этому именно с такой точки зрения, смотреть на данную ситуацию через вот эту призму, то дальний пас, если не единственно возможный, то очень и очень конкурентно способный, наверное, среди других вариантов начала атак. Ну вот, наконец-таки попытка почти удалась зацепиться за мяч на чужой половине поля. Практически даже штрафной у футболистов Тоттенхем Ходспур. И угловой удар. Можно немного перевести дух. И попытаться точнёхонько направить мяч на кого-то из партнёров. Это Грифс. Навес на дальнюю штангу. Здесь неплохо играет сейчас Мадинабиета. Мы его уже отмечали в первом тайме. Сколько раз он спасал своих партнёров. Сколько угловых тогда было подано Тоттенхемам, когда Мадинабиета вытаскивал просто-таки то из одного, то из другого угла кожаный снаряд после ударов футболистов из Лондона. Рамира. Ну, Рамира отдал мяч Джонсу. Джонс мяч потерял. Джонсу очень просто, конечно, отличить от всех остальных испанцев. Да и, в принципе, от всех других игроков я напомню, что он огвинеец, а стало быть, чернокож. Браун. В атаку идёт. Мне показалось, Гларя. Опять же, я оговорюсь в том, что не всегда можно разглядеть номер на спине, но вот, как мне кажется, это была сейчас шестёрка. Удар, поворотом! Рядом с дальней штангой пролетает мяч. Опасно, опасно. Не прекращают мадридцы трейсинговать, не прекращают бить поворотом Билла Брауна. Видимо, получили очень серьёзный нагоняй от Сабина Баринаги в раздевалке, что и ничего и новым, по большому счёту, не остаётся. Сабина Баринага вот пришёл в команду в Атлетико Мадрид совсем недавно. В 1963 году, до этого, он тренировал Депортиво Малагу. Был игроком Мореала, в бытности, футболистом с 1939 по 1950 годы. Если не сказать, что он легенда клуба, то очень-очень уважаемый игрок. На посту главного тренера Матрасников он сменил Хосе Вильялонгу, который ушёл тренировать национальную сборную Испании. Желаем, конечно же, и этому специалисту удачно, а новым очень ответственным для себя поприще. Особенно учитывая тот факт. Удар! Что скоро чемпионат Европы. Через год, я напомню, ещё удар! Ух ты, как горячо всё же у ворот Брауна в этом втором тайме. Уже начали вылазить на чужую половину поля Тоттенхемцы, но нет. Их вылазки слишком уж носят разовый, эпизодический характер. В то время как футболистов в полосатых футболках раз за разом, очень планомерно сейчас нагнетают давление на ворота Тоттенхем-Котску. Что там произошло? А, вот что, повреждения получил Дайсон. Ну, я уже говорил, что Дайсон крайне отважный игрок и будет всегда сражаться до последнего. Посему, я думаю, немножко сейчас ногу-то разомнёт и обязательно на поле вернётся. Поможет ему физиотерапевт, конечно же, в этом. Спорный мяч. Ну да, не успел кожный снаряд коснуться земли, как мне показалось, а уже ноги к нему потянулись. Опа! Вот так вот. И вновь очень весёлая, такая радостная реакция на этот эпизод болельщиков. Я думаю, слышали вы задиристый смех. Ну и я улыбнулся, что уж тут говорить. Ну вот я сказал, что очень долго выступала Сабина Баринага, главный тренер Атлетика Мадрид за Реал. Скажем пару слов о Билле Николсоне. Так вот, этот тренер просто-таки всю свою тренерскую да и игротскую карьеру связал именно со шпорами. Нигде он более не выступал в бытность футболистом, кроме как в Тоттенхем Ходспорс с 1938 по 1955 года. Был он крайним нападающим, провёл 314 матчей за эту команду. Ну а вообще был связан со спортом чуть ли не с самого детства. В армии во время Второй мировой войны он даже стал инструктором по физической подготовке одной из частей. Ну а после окончания карьеры игрока уже вот так через несколько лет перепрыгнем стал помощником главного тренера Тоттенхема Джимми Андерсона. В 1958 году согласился сам возглавить команду, которая тогда крайне неудачно выступала, находилась на дне таблицы. И с приходом этого специалиста сразу же встрепенулся лондонский коллектив и в первом же матче победил Эвертон с разгромнейшим счётом 10-4. Представляете себе? Николсон сразу стал строить новую команду вот так на волне успеха. Руководство было за этого. Специалист поддерживал его во всём. Сразу же были куплены три новых игрока. Это Дэйв Маккей, Джон Уайт и Билл Браун. А в конце 1961 года, о чём мы уже с вами говорили, за 99 999 фунтов стерлингов у Милана был приобретён Джимми Грифс. Именно вот такая сумма была заплачена за этого нападающего. Как говорил сам Билл Николсон, дабы шестизначное число сделки не давило на него психологически, именно на Грифса. Вот так вот. В 61 году, в сезоне, вернее, 60-61 прекрасно играл Тоттенхем, сделал золотой дубль, это величайшее достижение команды, выиграл чемпионаты Кубок Англии, соответственно. Ну и в чемпионате он победил в 31 матче из 42. Представьте себе, забил 115 голов, ну просто рекордище. Выступала команда после этого в Кубке УЕФА в сезоне 61-62. Там шпоры дошли до полуфинала, где проиграли с общим счётом 4-3 великолепной Бенфики, ну, Бенфики с Эйсебио, с Колуной и другими звёздами в составе. Такой не грех и проиграть. Вот такой вот тренер сейчас, ну не то, что сейчас уже 5 лет, как возглавляет Тоттенхем Ходспорт. Но вернёмся к игре. Продолжает хромать Дайсон, мы это с вами видим. Вот он, 11-й номер сейчас спиной стоит к нам. Руки Натальи держит. Видимо, всё же досталось ему. Но нельзя покидать поле Дайсону. Очень нужном коллективу сейчас крайне тяжёлые минуты продолжаются. Опасно! И как там дотянулся-то защитник до мяча непонятно абсолютно. Мне уж показалось, сейчас будут бить поворотом матрасники. Но нет, каким-то кончиком бутсы просто-таки. По-моему, это был Норман. До мяча дотянулся угловой. Ух, сразу один на другого напрыгивает кто-то из игроков лондонской команды. Это правилами не запрещено. А вот летит вперёд Джонс, который Клифф. Что сделает он? Он смещается в центр и теряет мяч. Валийский вингер, левый вингер Клифф Джонс. Один из лучших левых вингеров мира. Что уж тут говорить. Крайне скоростной дриблёр. Неплохо играет головой. Об этом я тоже уже заявлял. Повторюсь, не грех. Ну а тут очень и очень рисково сейчас действует Мадин Абьета. Вообще Клифф Джонс выходец из спортивной семьи. И вот знаете, недавно в 55-м году, ну относительно недавно, на заре своей карьеры, можем так сказать, этот парень забил победный гол за Уэльс, когда эта британская команда победила англичан 22-го октября 55-го года на кардевском стадионе Ниньян Парк со счётом 2-1. И считает Джонс вот этот самый эпизод самым памятным в своей карьере. Вот такой вот парень. Очень неординарная личность, кстати, вот об этом говорит хотя бы тот факт, что в день своего дебюта за шпоры он прибыл на стадион ни много ни мало на общественном транспорте и вошёл через главные ворота вместе с болельщиками. Вот так вот. Очень хороший друг Джона Уайта. Это пара крайне хулиганисты, когда вот они где-то селятся в гостиницах, приезжают на выезды, то бывает бед от них просто-таки не оберёшься. Просто гроза, гроза, тишины и спокойствия. Джонс и Уайта. А пока что с мячом Мэдинобьета. Миндоса переправляет кожный снаряд на партнёра. Я искал там глазами Джонса не нашёл. А вот сейчас Марчи, да. Что? Угловой удар? Нет, это удар от ворот. Флажок был указан лайнсманом, вернее направлен прямо на Брауна. Как из Браунинга из флажка прицелился линейный арбитр. И вот это кожаное ядро летело-летело и долетело до угла вратарской площади, где было установлено и направлено в центральный круг уже голкипером Тоттенхем Хоцпур. Ну вот смотрите, матч перевалил через экватор, ну да, уже давно. Матч соответственно постепенно приближается к тому моменту, когда игроки начнут уставать. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что команда Атлетика Мадрид гораздо более молодая, нежели Тоттенхем Хоцпур. А это на последних минутах ведь правда может сказаться, да? Вот если просто коснуться цифр, то средний возраст парней, которые сейчас владеют мячом, составляет 25,7 лет. В то время как вот у этих, у ребят в белом, против которых сейчас были нарушены правила, средний возраст равняется 29,6 годам, да? То есть на 4 года в общем моложе испанцы. Это очень и очень большое подспорье именно в тот момент, когда будет идти уже наверное минута 70, ну и так далее. Вот, штрафной назначен. У мяча четвертый номер Бланч Флауэр. Вот этот человек как раз во многом испортил статистику, да? Ну, испортил в кавычках Тоттенхему с его-то 37 годами. Хитрый навес, наброс даже и хладнокровно сейчас Мендоса помогает своему голкиперу отбиться. Ну, вот я сказал, что 37 лет Дэнни Бланч Флауэру, ну, вот посмотрите главному тренеру мадридцев Сабина Баринаги 40 лет, ну, практически ровесник. Вот такие вот ребята играют за лондонцев. Ошибся сейчас Норман, но мяч для своей команды все же сохранил. Называют Морриса Нормана великаном из Норфолка. Очень здоровый, конечно, парень, детина просто-таки ни много, ни мало. Перешел он за 28 тысяч фунтов в команду. Тоттенхем Хоспур, соответственно, из-за Норвич-Сити. Ну, а в обмен, если можно так сказать, в обмен, в Норвич отправился ирландец Джонни Гевин. Вот так вот случилось это в 55-м году. И уже на протяжении 8 лет Моррис Норман верой и правдой служит лондонской команде. Ну, а это Марчи. На Бейкера последовал мяч. Очень жесткий, бескомпромиссный защитник Питер Бейкер. Знаете, поначалу не мог он пробиться в состав, а с 52-го с далекого 52-го на Уайтхарт Лейн выступает. Ну, а потом стал, знаете ли, просто-таки ключевым незаменимым игроком. Ну, это касается многих, в общем-то, футболистов, да? Вот Бейкер один из них. Неплохая атака! На вес! И гол залетает! Ошибку допускает Эдгардом один объета! Вот это да! Какой ошибки нельзя было просто-таки на протяжении всего матча ожидать от этого прекрасного несомненного вратаря. И Дайсон отличается на 67-й минуте. Травмированный Дайсон! Не пробивал он, конечно же, поворотом. Навешивал. Немного не получилось. И влетает мяч в ближнюю девятку. Не знаю, моргнул Мадинобьета в этот момент. Но вот мы видим, как он себя сейчас неважно в общем-то чувствует. Абсолютно не вытекавший из логики матча. Гол, но если не ставит крест на надеждах матрасников в этом противостоянии, то опять-таки крайне усложняет их задачу. Как я хвалил Эдгардом Мадинобьету и какую ошибку он допустил. И вот сейчас зеркальная ситуация и здесь уже уверенно играет Браун. Спокойно, без лишних нервов переводит кожаный снаряд на угловой. мяча кальяр. Был и дернулся Браун. И посмотрите, тут вдвоем отбиваются от атаки соперников лондонцы. На этот раз на линии ворота Хенри сыграл куда более правильно и более спокойно и надежно, нежели в эпизоде, когда он заработал пенальти, но зато как он красиво выбил мяч рукой, вытащил его из девятки, да? Вот так можно смеяться, можно как-то осуждать Рона Хенри, но ведь такой эпизод тоже украсил сегодняшний поединок. Ведь пенальти бывают совсем по-разному заработанные. Кто-то снесет соперника, кто-то сыграет рукой, но не так красиво удар по воротам, а здесь было сыграно Хенри настолько элегантно, что я думаю, он даже нагоняя не получит после матча от Билла Николсона. Ну, в случае победы, разумеется. Если же удастся Атлетика Мадрид код сегодняшнего противостояния переломить, то, ну, какое-то количество плетей я думаю, будет прописано Рону Хенри. Ну, это шутка, конечно. Ну, по поводу плетей шутка, да? А тут не было ли фола? Ну, мяч остался настолько твердо стоять там, где он встретился с ногой защитника Мадридцев, что, как мне кажется, Андреас Ван Лейвин просто-таки не поверил, что можно было отобрать кожаный снаряд с нарушением правил, и чтобы тот так и остался на месте. атаковать продолжают лондонцы. Ошибка. Поглядим за этой вылазкой Мадридцев. Выбивается мяч с боковую линию. Центральный круг на подключившуюся Гларию. Ну да, вот мы можем констатировать, что вот эта тактика 4-2-4 нет-нет, да преобразуется и у той, и у другой команды в 3-3-4. Вот такую вот расстановочку. У Мадридцев Глария нет-нет, да идет вперед туда, ближе к центру поля, к центральному кругу. Ну а у Тоттенхема соответственно в марте был замечен несколько раз за такими вот перемещениями вперед. Отлично сейчас играет третий номер Родригес. Очень грамотно, очень спокойно он разряжает обстановку, стелется в подкате. За атлетику он выступает с 60-го года, 25 лет этому защитнику. Вновь у мяча Грифс, сегодня он исполняет стандарты. Навес! Ну вот сейчас Мединабьета сыграл так, как и положено играть голкиперу на выходах. Надежно, спокойно, в бок, что тоже немаловажно, дабы никто не смог сразу из-за соперников второй волной атаковать и нанести удар до той поры, пока не вернулся в створ и не собрался, как говорится, выбившим мяч голкипер. Дайсон. А может еще раз попробовать, а? А вот так? Ну нет, вот так и хотел ведь тогда Дайсон тоже, но мяч с ноги свалился и улетел в девятку. Всякое бывает, всякое случается. А вот неплохая атака, Грифс уходит от соперника на вес на дальнюю штангу, там никогошеньки нету. Вот только-только прибежал Дайсон и что было зафиксировано Ван Лейвеном, я не понимаю почему-то. Нарушение правил, потому что офсайда там вроде как не было, да? Ну ладно, допустим. Знаете, если коснуться выступления команд во внутренних первенствах, то очень они похоже идут. И те, и другие занимают второе место. Вернее, Атлетика Мадрид уже занял, там чемпионат завершен был еще в конце апреля. Мадридский Реал стал чемпионом, но с таким-то составом это не мудрено, правда же? А на третьем месте тоже Реал, но вот Авьеда. Если же говорить о чемпионате Англии, здесь остался последний тур, но несмотря на то, что этот тур остался, он не может ни в коей мере повлиять на расстановку сил в лидирующей тройке. Эвертон стал чемпионом уже досрочно, несколько туров назад. Тоттенхем Ходспорт останется на втором месте в любом случае, ну а там дальше ниже Берли. На третьей позиции Тоттенхем может разве что записать, ну помимо соответственно серебра английского первенства себе в актив, то, что они назабивали, опять крайне много мячей. За сотню это количество уже перевалило, если быть более точным, 108 голов. Очень и очень, не, не 108, ошибаюсь, 111. Очень неплохо при 59 пропущенных. Последний матч им играть с Блэкберн Роверс на выезде, но я повторюсь, для Тоттенхема эта встреча с точки зрения турнирной ситуации уже ничего не меняет. Ну а матч состоится 20 мая через 5 дней. Так что следите, болельщики, не пропустите. Все же должны знать, чем завершился чемпионат Англии, правда? Отбиваются в очередной раз лондонцы. И снова наступают на этот раз левым флангом Мадрицы. Спокойно отправляет, вернее, позволяет мячу уйти за боковую Норман, не за боковую, за лицевую. И с угла вратарской ведет кожный снаряд в игру Билл Браун. Кто же еще? Кто же еще? Атлетика Мадрита, как я уже говорил, побеждал совсем недавно в Кубке Испании. Случилось это в 61-м году. Тогда был повержен звездный и главный звездный клуб и главный их конкурент Мадридский Реал. Несмотря на то, что свои голы забили и Пушкаш и Ди Стефана, итоговый счет того противостояния был зафиксирован 3-2. Пьера и Мендоса были точны. У Пьера дубль на его счету в его активе. В прошлом же году не смогли выйти в финал матрасники. Там уже Мадридский Реал вновь был и на этот раз он свое не упустил. Одолел Севилью. Пушкаш сделал дубль. Диегос забил за Севилью. Мяч еще один залетает, но он не будет засчитан. Хотя, может быть, это плохой знак. Многие ведь, знаете, верят в то, что Коли пересек мяча линию ворот и гол состоялся. Даже если не был засчитан, то должен он туда вернуться. Место пометил, стало быть, вернусь. Как монетки бросают в море, да? На счастье и с тем умыслом, чтобы вновь вернуться и позагорать на пляжах под жарким солнцем. Так вот и к мячу иногда относится. Залетел в сетку? Будь любезен туда вернуться. Посмотрим, сработает ли это. Ну, предубеждение или, может быть, поверье кому как угодно. В сегодняшнем матче пока неизвестно. Известно лишь то, что счет на табло 3-1 и атакуют мадридцы, бьют поворотом, требуют пенальти, якобы в руку попал мяч. Ван Лейвин этого не увидел. Доверимся зрению нидерландского рефери. Ну, так вот, говорил я про Кубок Испании. Если вспомнить, как развивались события в действующем розыгрыше, то очень быстро Атлетика Мадрид вылетел из него. В 1-4 финала не смогли матрасники переиграть Сарагосу с общим счетом 2-1. Были они выброшены за борт этого турнира. Говоря о Кубке Англии, тоже ведь надо пару слов, я думаю, сказать, вот сейчас возможно будет гол. Нет, гола не состоялось. Надежная игра обороны тому была виной. Так вот, как попало сюда, на этот турнир, в третий розыгрыш Кубка обладателей Кубков Тоттенхем Ходспур. А вот благодаря выигранному финалу 62-го года у Бернли случился этот матч 5-го мая прошлого года. Да, я думаю, вы помните, тогда был итоговый счет зафиксирован 3-1. Заход спора забил Грифса, Смит и Бланч Флауэра. Заберли, единственный мяч провел Робсон. Состоялась игра, разумеется, на Уэмбле при полных трибунах. А пока что очередной штрафной у мяча Грифс. У мяча должен быть Бланч Флауэр, разумеется, тоже, да, вот он четвертый номер, мы его увидим. И кто же будет бить? Бланч Флауэр отпасовывает партнеру, удар поворотом, мяч принимает игрок обороны, Марчи. Дайсон навешивает, удар поворотом, Грифса, это Дубай! 4-1, друзья, 4-1, и все. Я думаю, можно констатировать то, что сегодня Тоттенхем Ходспорт не упустит вот этот прекрасный кубок, а Атлетика Мадрид уедет ни с чем. 4-1, такое уже, наверное, не отыгрывается. 80-я минута, Грифс оформляет Дубай. Играть остается, ну, чуть более 10 минут, и за эти 10 минут нужно забить Мадридцам трижды, чтобы рассчитывать на переигровку. Ну, а мы отметим Грифса. Великолепно сыграл Грифс. И вы знаете, вообще, этот парень очень любит отмечаться хэт-триками. Дубля для него это вообще семечки. И, знаете, я буду ждать, что, возможно, сегодня этот хэт-трик состоится. Я уже говорил, что крайне забивной этот игрок. Но вот вообще, выступая за Челси, он забил, начал с того, что свой первый гол забил сразу же в дебютном матче за эту команду. А после дважды становился лучшим бомбардиром в 59-м и 61-м годах. А его 41 гол в чемпионате вот этого самого 60-61-го годов до сих пор остается рекордом клуба. В 60-м году он стал самым молодым игроком, забившим в общей сложности 100 мячей в чемпионате. Представьте себе, свой сотый гол он провел, когда ему было опасный момент, когда ему было 20 лет всего и 290 дней. Вот так вот. Ну а говоря о хэт-триках, давайте вспомним тот же вот его прекрасный сезон 60-61, когда он оформил хэт-трики в ворота Вульверхэмптона, Блэкборна и Манчестер-Сити. Нью-Касл так вообще зарядил покер. Нотингем также от четырех забитых мячей пострадал. Ну а пент-трика был оформлен Вест-Бромвичу. Вот так вот. Такие вот дела. Ну а в этом сезоне, который вот завершается, как я сказал, через 5 дней, пент-трики были проведены, оформлены в ворота Манчестер-Юнайтед, Ипсвичтаун и Ливерпуля. Ну и также не обошлось без покера. Нотингем Форрест был вот таким счастливчиком. Ну вообще разгромили в том матче Нотингем. 9-2 был счет зафиксирован. Ну а сам Джимми Грифс уже на данную минуту занимает позицию лучшего бомбардира клуба. 37 голов вот после 40 сыгранных матчей на его счету. У нас очередное тут врачебное вмешательство требуется. Я думаю сейчас пострадавшего быстренько поставят на ноги доктора. Ну да, что-то вот с ребрами по ребрам по грудному сплетению может даже немного получил. Кто это? Пятый номер очень активно играющий сегодня Грифа. Ну все, да, в порядке. Так вот, это я вот говорил о том, что Грифс вполне может даже вот с этого штрафного сегодня сможет оформить хэт-трик, это навес на дальнюю штангу, но никого там не оказалось слишком высоко для того, чтобы кто-то поборолся даже такие здоровики, как Норман за верховой мяч. Ну вот я сказал, что Грифса очень и очень забивной форвард. Знаете, он крайне не агрессивный, не грубый джентльмен на футбольном поле. Вот это его джентльменство в недавнем времени было немного смазано удар поворотом выше перекладины, хотят растерзать просто-таки уже на последних минутах поймавшие свою птицу счастья за ее цветной хвост подопечные Билла Николсона. Так вот, несколько подпортил свою эту положительную статистику, похвальную, конечно же, в последнее время Джимми Грифса в первом полуфинальном матче против Белградского ФК на выезде, но я говорю о розыгрыше Кубка обладателей кубков, Джимми был удален за агрессивное поведение в инциденте с центральным защитником Благомером Криворучкой. Вот такая вот фамилия. Но вообще можно быть, наверное, футболисту Криворучкой, если ты не галкипер, да, вот Кривоножкой нежелательно. Ну так вот, был с поля изгнан Грифс, и то удаление на тот момент, ну и на сегодняшний день так и остается, является единственным выдворением с поля этого игрока. Такой вот он вежливый парень. Ну что ж, продолжает атаковать Тоттенхем. Может быть, еще мы забитые мячи увидим в сегодняшнем матче. А помните, мы же говорили, да, коли кожаный снаряд и линию ворот пересек, так он туда вернется, вот он и вернулся. Но с мячом Смит на Гривза, ну Гривз, все, неугомонен, попробуй останови. Дайсон! Удара по воротам не последовало, но может вторая волна атаки не заставит себя долго ждать. Да, вот это она и есть. Бейкер, Смит. Вообще, Смит очень любит и психологически воздействовать на партнеров. Бывает, уставится на кого-то из соперников, просто испепеляет своим взглядом. Или, пробегая мимо, отпустит несколько таких классических английских ругательств. Навес от Хенри! Удара по воротам не состоялось. Но урон Хенри стал подключаться в атаку. Это тоже, в общем, признак того, что абсолютно в своей тарелке чувствует себя сейчас лондонцы. А вообще, Рон Хенри, как и его коллега Питер Бейкер, о котором мы говорили, очень жесткий, порой даже жестокий защитник. Но, с другой стороны, он мастер перехватов и позиционной игры. И что еще можно отметить про Рона Хенри? Вот этот парень не забил за тоталхем, пока что ни одного гола в своей карьере. Считается ли это антирекордом или антидостижением? Решайте сами. Ну, с другой стороны, делали защитника, да, в принципе-то забивать. И вот сейчас прекрасное владение мячом продемонстрировал как раз Рон Хенри. Перебросил кожный снаряд через себя при помощи пяточки и отдал его партнеру. Остается играть и считанные минуты. Теряет мяч Бланч Флауэр. Быстро выводит из-за боковой матрасники кожный снаряд в игру, но здесь некоторая суета и с мячом уже Марчи. Посмотрим, к чему приведет эта атака. Это малыш Дайсон. Дайсон смещается в центр. Идет вперед. Никого нету, никто не мешает. Оперативное пространство велико. Удар поворотом прямо в девятку. Прекрасный гол. И это великолепное завершение игры, я считаю. 5-1. 5-1. Дайсон прекрасен. Дайсон великолепен. Ну, никто его не встречал. Где были полузащитники? Почему никто из центральных защитников не рванул на перехват, может быть, чуть раньше, не позволив Дайсону провести этот разящий удар? А так на 85-й минуте великолепным неберущимся выстрелом пробивает Мадинабьетту Терри Дайсон. Этот прекрасный нападающий, крайний нападающий или вингер, как еще называют игроков, играющих на краю поля в атаке. Ну, что же, 5-1. Я думаю, друзья, такого развития событий мало кто ожидал. Особенно, глядя, как начинали команды первый тайм и второй. А тогда, я напомню, в обоих случаях преимущество-то было у Атлетика Мадрид. И вот так вот все переворачивается с ног на голову. Просто-таки с ума сойти. Великолепное зрелище дарят нам сегодня подопечные Билла Николсона. Грифа был с мячом. Ну, вот уже его партнер. И снова Грифа. Хорошую диагональ вырисовывает на 11-го номера на Кальяра, но слишком уж не точно. Ну, знаете, что радует? То, что подопечные Сабина Баринаги не опускают руки. Пытаются они атаковать. Здесь уже дело чести. И понятно, что 5-1 это уже матч проигран. Но, хоть еще один гол провести удастся. Ну, пожелаем им удачи в этом непростом деле. Тем временем Уайт был с мячом. Ну, про Уайт ему тоже вроде много слов сказали, но что-то можно еще и добавить. Называют его, между прочим, призраком или неуловимым с Уайт Харт Лейн. Дело в том, что этот парень нет-нет, просто-таки появляется как бы ниоткуда на поле, врывается в свободное пространство, получая там мяч и наказывает партнеров. Изначально он, вернее сказать, номинально правого инсайда любит исполнять. Ну, сегодня он, как мы отмечали, тоже, в общем, часто действует на позиции инсайда, помогая вот этой четверке нападающим. Очень талантливый парень, очень техничный. Вообще, он был приобретен на позицию левого инсайда, что характерно, дабы заменить Дэйва Данмара. Но в итоге заменил правого инсайда в команде Томми Хармера. Вот такая небольшая история. Ну, пришел в 59-м году из команды Фалкер. Сам шотландец. Вот такое небольшое досье и на Джона Уайта. Ну, Джон Уайта наверное, самый такой классический игрок, который должен был надевать майки именно Тоттенхем Ходспор. Блистательная игра Брауна сейчас. Очередной угловой мы с вами увидим. Ну, если бы Уайт играл бы не за Тоттенхем, стоило ему попытаться перебраться в Реал. Но это так, шутки, наверное, уже в сторону, потому как звучит свисток Андреаса Ван Левена, который объявляет нам о том, что матч завершен и завершен крупной, разгромной победой команды Тоттенхем Ходспор. над его сегодняшними соперниками из Испании, над Атлетико из Мадрида. 5-1. Сумасшедшее зрелище мы с вами сегодня увидели. Поздравляем, конечно же, Тоттенхем Ходспор. Они таки стали первой английской командой, выигравшей Еврокубок. Это очень и очень, конечно, значимое достижение, и другие английские клубы, несомненно, будут стремиться повторить вот этот, ну, если не подвиг, ну, что уж говорить, подвиг, давайте называть вещи своими именами. Да, конечно же, команда это крайне и крайне сильная, но сколько раз такое бывало, что сильные клубы оступались в турнирной сетке на более слабых и в итоге вылетали из борьбы. Такое мы видим сплошь и рядом. Напомню, как забивались голы в сегодняшнем противостоянии. Сначала на 16-й минуте отличился Джимми Грифс. Прекрасно он замкнул кросс из правого фланга и без шансов для Эдгарда Маддинабьеты провел этот свой первый мяч в сегодняшнем поединке. Далее отличился уже Уайт на 35-й. На этом первый тайм был завершен. Со счетом 2-0 ушли команды на перерыв и что-то такое сказал, как-то мотивировал своих игроков на борьбу. В раздевалке видела Сабина Баринага. Да вышли они такие заведенные, что вынудили нарушить правила. На второй минуте второго тайма Рон Хенри вытащил мяч из девятки своих ворот руками, что делать, разумеется, полевому игроку не позволяется. И был назначен пенальти, который реализовал капитан Мадридцев Энрике Кольер. А мы видим сейчас кубок в руках у Дэнни Бланчфлауэра. Поздравляем, Дэнни. Прекрасное вот, ну, если не завершение карьеры, но на закате карьеры такое достижение очень и очень, наверное, кстати. Ну так вот, продолжаем. После того, как счет стал 2-1, опять же, Атлетика продолжала атаковать, но тут случился эпизод, после которого, наверное, опустились руки у мадридцев. Забил Дайсон, забил, навешивая, воспользовавшись, ну нельзя сказать, воспользовавшись. Случилось так, что ошибся, Мадин Абьета, и пропустил мяч в ближний, верхний угол ворот. После этого окончательно успокоились лондонцы, и уже Грифс провел на 80-й минуте свой второй мяч в сегодняшнем противостоянии. Ну а на 85-й прекрасным ударом, не входя в штрафную площадку соперника, наказала Эдгарда Мадин Абьету вновь Терри Дайсон. Выстрел в девятку, и счет 5-1. Что ж, на этом все, дорогие друзья. Для вас работал Денис Цаплин. Всего наилучшего. Пока. Продолжение следует...